Почти 40 рабочих, экскаватор, каток и самосвал в работе. Очистные сооружения в САКах возводят по уникальной технологии. Во-первых, они компактные. Во-вторых, аэротенки предусмотрены так, чтобы у них нет промежуточных отстойников. Промежуточные отстойники заменяют вакуумные башни. Такая система резервуаров экономит площадь и даже позволяет строить рядом со станцией жилые дома. Уже готовы пять сооружений с емкостями, которые смогут очищать 25 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Здесь городские канализационные стоки будут проходить несколько этапов очистки. Это сооружение является уникальным, потому что здесь, по сути, объединены аэротенк и вторичный отстойник. В обычной схеме это два сооружения. И плюс еще оно является, как вы видите, закрытым. Специфические запахи удаляются через вентиляцию. После биологической очистки сточные воды попадают сюда. Глубина резервуара 6 метров. Здесь воду отделяют от ила. Следующий этап – доочистка, затем обеззараживание и выпуск в море. Объект почти готов. Осталось только выполнить пусконаладочные работы. Строительство ведется по федеральной целевой программе. Началось возведение новых очистных еще четыре года назад. Но первый подрядчик не справился. Теперь работы возобновила другая подрядная организация. Бюджет – 1 миллиард 600 миллионов рублей. Уже сейчас начали благоустраивать территорию, проводить вентиляционные работы. Например, главная насосная станция готова. Здесь будет проходить механическая очистка сточных вод. Уникальная часть еще в том, что здесь система автоматики. 90% работ будет выполнять машины. Это по подключению, по регулировке. Все это автоматически. В настоящее время объект готов на 90%. Строительство планирует закончить и сдать объект в эксплуатацию в июне следующего года. Сабиня Дзиниева, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Саки.